всем привет дорогие друзья с вами владислав и канал ноутбук 31 сегодня ко мне в ремонт попала зарядка от компании apple для macbook выходное напряжение 16 половиной вольт что зарядка не так зарядка не выдает выходное напряжение демонстрирую дефект на этом коннекторе у нас находится пять контактов два боковых это земля и посередине 2 это питание и посередине информационный контакт меряем между землей и питанием напряжение и она у нас отсутствует проверяем на наличие коротких замыканий и так между минусом и плюсом у нас короткое замыкание поэтому напряжение и нет будем разбирать смотреть и итак разобрал я зарядочку видим мы достаточно компактную конструкцию так и проверяем сопротивление на входном конденсаторе высоковольтном у нас все в порядке коротких замыканий нет но при этом на выходе у нас имеется короткое замыкание сейчас я посмотрю в чем дело и покажу результат и так после небольшой диагностики стало примерно ясно у нас блоки питания присутствует транзистор скорее всего выходной вот который формирует напряжение скорее всего и у нас на нем короткое замыкание попробую показать поближе вот у нас три ножки этого транзистора полностью короткое замыкание сейчас я увы пою для диагностики и станет видно так и и и и и и и и и так после выпайки микросхемы оказалось что дело не в ней будем продолжать поиск в итоге я отпаял выход с трансформатора прошерстил всю обвязку но толку этому не дало и тут меня осенило и и и и и и и и так в общем после выпайки самого шнура сопротивление и и и видео и и и и и а sı и и и и Меряем сопротивление между контактами и сопротивление у нас в норме. Попробуем включить блок питания в сеть и померить выходные напряжения. На мультиметре прекрасно видно, что напряжение появилось. Далее приступим к изучению самого провода. Меряем сопротивление между двумя этими проводами и у нас короткое замыкание. Возможно, что проблема в самом выходном разъеме. Обрезаем примерно вот в этом месте и меряем еще раз. И сопротивление в норме. То есть проблема у нас скрывается вот здесь. По итогу мы имеем рабочий блок питания с неисправным MagSafe разъемом. Клиент хочет отремонтировать это зарядное устройство здесь и сейчас. И давайте теперь приступим к разборке MagSafe разъема. Музыка Итак, что же было в итоге? В итоге от того, что шнур, кабель постоянно перекручивали, у нас слезла с плюсового контакта изоляция. Вот мы видим. И она, получается, закручена была вместе с минусом. С земляным контактом. Поэтому у нас было корочение. Теперь все хорошо. Зарядка полностью разобрана. Итак, изолируем теперь провода с помощью термоусадки. И все соберу в корпус. И проверим, как оно будет работать. Как-то так это выглядит. Все, будем собирать. Одну из термоусадок я заменил на более тонкую. Иначе два изолированных провода получаются слишком толстыми и попросту не влазят в разъем. Вот так выглядит готовый вариант. Я старался. Все-таки макбук. Теперь проверяем еще раз сопротивление на проводах. И теперь у нас полный порядок. После всех произведенных манипуляций, выглядит это следующим образом. Шнур я заизолировал термоусадкой. Почти получилось по заводскому. Выдает только немного виден желтый проводок плюсовой. Но он заизолирован. И все вроде бы нормально. Сейчас проверим, получилось или нет. Для начала проверяю снова на короткое замыкание контакты. Померяем сейчас теперь напряжение. И мы видим 16 вольт присутствует. Ключевой момент. Попробуем подключить зарядку к макбуку. Вот такой макбук у нас присутствует на ремонте. И как раз у него не работает зарядка. Моделька А1278. И подключим теперь зарядное устройство к нему. И так мы видим сейчас, что индикация перешла в режим зарядки. Зарядка у нас сейчас подключена. Также у нас горит оранжевый индикатор, что зарядка идет. И на этом я могу завершить этот ремонт. Всем спасибо за внимание. Надеюсь было интересно и полезно. Еще увидимся, но уже в следующем видео. Пока!